Братья и сестры Псалом нашего собрания 30-й псалом 20-й стих гласит следующим образом Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими Помолимся Господи, приносим благодарность, хвалу и поклонение Тебе, единому Богу за то, что Ты благословляешь народ Твой уже второй возможностью быть в Доме молитвы Сегодня мы посвящаем этот день Тебе и просим Духом Святым, наполни наши сердца, наполни наше разумение, чтобы мы помышляли о горнем Помоги нам, Господи, восклониться и увидеть Твою славу чтобы и самим преображаться в славу Твою и приближаться к Тебе Господи, благослови проповедующих, поющих, молящихся и в этом служении имя Твое желаем прославить лучшей хвалой Будь прославлен, возвеличен, Господи Бог наш, аминь Господь, весь мой свет, он на свет спасит земной Я не страшусь Господь, твой искрепность для жизни моей Кого убоюсь я? Будь соли нечестивой близко и я не страшусь Грозит ли враг войною на Бога надеемся? Я на воле жду от пальца на боя жду Что в доме Божьем я мог пребывать Навсегда, 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 навсегда Навсегда, навсегда, навсегда Что в доме Божьем я мог пребывать Что в доме Божьем я мог пребывать Что в доме Божьем я мог пребывать Навсегда, 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 навсегда Аминь Слава нашему Господу, что Господь привел нас на это место И хор пропел чудесные слова, такую молитву Чтобы в доме Божьем я мог пребывать навсегда И такое хорошее желание Господь побудил наши сердца Прийти на это место, пребывать в доме Божьем Я хочу, чтобы мы прочитали вместе с вами Место, которое записано в Псалтере 24-й Псалом Прочитаем два стиха 4-й и 5-й Укажи мне, Господи, пути Твои И научи меня стезям Твоим Направь меня на истину Твою И научи меня Ибо Ты Бог спасения моего На Тебя надеюсь всякий день Дорогие друзья Прекрасно находиться в доме Божьем Это очень благословенное место Это радостное место Это место, где мы получаем благословение от Господа Где Господь говорит нашим сердцам Но с тем же, что это место радостное И место благословения Я думаю, что Это место еще и страшное Потому что нам надо Радоваться пред Господом с трепетом И это правильно Когда наше состояние такое Если мы просмотрим Слово Божие, Библию Как Господь разговаривал с людьми То мы увидим, что действительно Вот такие были чувства у них Помните, когда Пробудился от сна Яков Он увидел во сне лестницу Это увидел ангелы, как сходили с неба И восходили туда И он говорит, страшно это место Господь пребывает на этом месте Это не что иное, как дом Божий Это врата неба Это было страшно для него Мы вспомним, когда Моисей Пасовец, он подошел Увидел куст горит и не сгорает Он подходит к этому месту И потом услышал голос Божий Господь ему говорит Моисей, Моисей Остановись Сними обувь с ног твоих Место, на котором ты стоишь Земля святая Господь пребывает на этом месте И Господь начал говорить ему Он закрыл лицо свое Он не мог смотреть Потому что он говорил Чтобы не увидеть Господа Потому что страшно это место Мы знаем Соломон, когда построил храм Божий И святость Господня Когда наполнила Когда началось служение Когда присутствие Божие Наполнило этот храм Священники не могли стоять на службе Потому что облако сошло Святость Божия Присутствие Божие было там Мы читаем пророк Исаия Когда увидел видение Господа Он говорил Бедный я человек Я человек с нечистыми устами И живу среди народа С нечистыми устами Я увидел Господа Иоанн, ученик Иисуса Христа Который Когда Иисус Христос был на этой земле Он находился самый близко возле Него Он находился у груди Иисуса Христа На Тайной вечере Он находился самый близко возле Него Но когда он на острове Патмос Увидел Господа Он пал к его ногам Как мертвый Он увидел Господа Я думаю, что когда мы приходим на это место Мы радуемся Мы благодарим Мы хотим услышать Господа Но это место Когда мы должны Так же с трепетом прийти Мы пришли сюда Послушать Слово Божие Сам Господь будет говорить нам Может нам нужно снять Как бы не эту обувь нашу Но снять Оставить все за пределами этого Дома Божия Приготовить наше сердце Чтобы Господь сегодня говорил Моему сердцу Мы сегодня на утреннем собрании Слышали Брат говорил, что Господь стоит у двери сердца нашего И стучит Он хочет говорить с нами Он хочет вечерю сотворить И кто отворит Он войдет И он еще там 22 стих Это 3 глава Написано было, что Имеющий ухо слышит Да слышит Что Дух говорит в сердце Церквам Господь хочет сегодня Говорить нашим сердцам Господь говорит нам И мы должны Тоже как Давид В этом псалме Который мы прочитали 4 стих Укажи мне, Господи, пути Твои И научи меня Стизям Твоим Это как бы молитва О воле Божьей В моей жизни В жизни Давида Он говорит Научи меня Знаете Воля Божья Это, я думаю, что Один из самых важных вопросов В жизни христианина Это не только Когда молодые люди Решают вопрос Женитьбы Или выхода замуж И они говорят Я вот хочу узнать Волю Божью Это не только Когда мы переезжаем На другое место Жительства И мы хотим узнать Волю Божью Это повседневная Жизнь христианина Жить по воле Божьей И знаете Самое важное И самое может быть Большое в этом вопросе Что Господь Не скрывает Свою волю Это не секрет Воля Божья Она записана В Святом Писании Она открыта Для нас Господь хочет Чтобы мы услышали Эту волю Божью Он хочет Чтобы мы ее нашли И чтобы мы и шли по ней Чтобы мы поступали По этой воле Божьей Давид молится Укажи мне Господи Пути Твои И научи меня Стезям Твоим Направь меня На истину Твою Научи меня Чтобы Ибо Ты Бог спасения моего На Тебя надеюсь Всякий день Это очень важный вопрос И правильно Если мы приготовили Сегодня свое сердце Чтобы научиться Чтобы услышать Чтобы Господь Указал нашим сердцам Свою волю Как нам поступать В чем может мы Еще не так сделали Если мы приготовили Свое сердце Приготовили Свои духовные уши Чтобы услышать Что Господь Будет говорить Нашим сердцам Мы правильно сделали Если мы все Оставили постороннее Если мы направили Свой духовный Слух Чтобы услышать Господь Говори Господь Укажи Господь Направь Потому что Если не Господь Направит Если я сам пойду Я может быть Не туда пойду Может, не туда приду, не там буду, где надо. Знаете, Божья воля, она не для того, чтобы, если, может, мы хорошо живем, и Господь смотрит и подумает, сильно хорошо этот брат живет, надо ему немножко чуть или страданий добавить, или каких-то обрезать его какие-то благословения. Нет, наоборот, Господня воля, чтобы благословить, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Нам, конечно, порой бывает кажется, что если бы Господня воля была вот так, как я хочу, вот у меня есть какой-то план в моей жизни, если бы так Господь сделал вот так, как я. Ну, знаете, хорошо, что не всегда так, как я хочу, потому что я не знаю. Мои планы, мои ведения, мои знания, они очень ограничены. Господь всезнающий, Господь всемогущий, и только Его намерение во благо нам, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы благословить нас, чтобы послать нам все благословения вполне. Знаете, есть такое место в Священном Писании, во второй, про Репоминон, записано, как Ахав, Иосифат, и Иосифат породнился с Ахавом. И пришел Иосифат к Ахаву, царь иудейский, к царю израильскому. И Ахав ему предлагает, слушай, я иду на Ромо в Галахаске, пойдешь ты со мною? И Ахав говорит, я так, как и ты, и мой народ, как и твой народ, пойду. А потом он говорит, давай вопросим Господа. И Ахав пригласил 400 пророков, и они все пророчествовали, говорит, иди, и будет победа. А потом Иосифат говорит, а нету здесь или еще какого-то пророка, чтобы он пророчествовал именем Господа? Ахав говорит, есть здесь один пророк, Михей, но я его не люблю слушать. Он говорит не то, что мне нравится, он говорит всегда вопреки мне. И действительно, когда пришел этот пророк, Михей, он сказал впоследствии, но все его предупредили, говори, как и все, говори так, как, чтобы все пророки так говорят, говори и ты, что иди, благословит тебя Бог. Но потом, когда ему сказали, говори так, как Господь тебе сказал, он говорит, но дух лжи в этих всех были 400 пророков. И на погибель это, не иди, не послушали, не послушали этого пророка. Дорогие друзья, если наше сердце направлено для того, чтобы мы услышали Слово Божие, нам надо, оно приятно нам или неприятно, если это воля Божья, нам надо ее исполнить, исполнить в нашей жизни. Знаете, постоянная, воля Божия постоянно нам во благо, постоянно для того, чтобы нас благословить, чтобы нам было хорошо. Иисус Христос учил своих учеников молиться так. «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Воля Божия на небе всегда исполняется в точности. Воля Божия на земле не всегда так. Не всегда так. И даже хуже, не всегда так в Его детях, в церкви, в верующих людях. Не всегда так мы исполняем волю Божию, как она исполняется на небе. Знаете, первые люди на земле, Адам и Ева, они нарушили эту волю Божию. Конечно, это не изменило волю Божию, которая она постоянно, она неизменная. Мы своими грехами или своими неправильными поступками не можем поменять то, что Господь запланировал, то, что Он сказал, что оно будет, и оно так и будет. Но для нашей жизни, для нашего блага мы можем это поменять. Мы можем сделать что-то по-другому. Мы можем сделать что-то, что в нашей жизни будет не так хорошо, как Господь для нас это приготовил. Господь для нас приготовил благословение, а мы можем выбрать себе путь беды, горя, слез. Господь, знаете, Господня воля, она всегда для того, чтобы мы спаслись и пришли к познанию истины. Спасение – это первая воля Божия для каждого человека. Это первое, что мы должны сделать в ответ на Божью волю. Мы должны найти это спасение. Мы должны ответить на призов Божий, ответить на Его стук в наши двери, в наше сердце. И только тогда мы можем искать, может, вопросы на другие, ответы на другие вопросы. Вопросы женитьбы, вопросы места жительства, вопросы работы, вопросы маленькие или большие, которые в нашей жизни встречаются. Если мы не ответили на этот первый вопрос, вопрос воли Божьей нашего спасения, другие вопросы мы не можем искать ответы. Это будет неправильно. В воле Божьей есть освящение наше, чтобы мы удалялись от греха, чтобы мы приближались к Господу, очищались. Это прямая воля Божья указана в Священном Писании. Воля Божья есть, чтобы мы всегда благодарили. В 1 Фессалликийце, в 5 главе, в 18 стихе написано, «Всегда благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Всегда благодарите. Это воля Божия для нас. Знаете, а может, мы скажем, ну вот, да, мы вот это делаем, вот это делаем, а вот как, когда такие вопросы, которые не написаны в Библии, вот как нам делать? И в этой же главе, 24, мы читаем в 12 стихе, «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». И 14 стих. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Если мы боимся Господа, Он открывает нам тайны свои, Он открывает нам пути свои, Он открывает нам свою истину. Господня воля, она не для того, чтобы мы ее просто искали и никогда не могли найти. Господня воля, она сегодня была для того, чтобы мы пришли на это собрание. Господня воля, чтобы мы сегодня услышали Его голос. Он еще будет говорить нашим сердцам, чтобы мы открыли Его свое сердце и впустили Его в свое сердце, чтобы мы услышали тот голос Божий, который Господь будет говорить для нас. То может быть что-то маленькое или большое, что неправильно в нашей жизни, чтобы мы изменили, чтобы мы не вышли с этого места такими же, как мы пришли сюда. Это Божья воля. Чтобы Господь нас направил, научил, указал нам наши стези, направил нас на истину, научил нас, как нам поступать, как надеяться на Господа всякий день. Потому что Господь, Он хочет этого для нас. Он открывает нам свою волю. И я думаю, что правильно мы сделали, чтобы мы пришли на это место, чтобы Господь говорил нашим сердцам. Если мы откроем Ему свое сердце, Господь будет говорить нам. Он скажет каждому. Он скажет через Слово Божие. Он скажет через пение, через стихотворение. Он скажет в наших молитвах. Если мы откроем наши сердца, если мы приготовим, если мы приготовим свое сердце как благоприятную почву для Его Слова, если мы услышим этот нежный стук в свое сердце, Господь будет говорить нам. И сейчас я думаю, с этой же молитвой, как молился Давид, как молился Давид, «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на стезю Твою, научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». С такой молитвой, если мы предстанем пред Господом, Господь ответит, Господь откроется, Господь откроется в Своей славе, в Своем совершенстве, в Своем величии, в Своем могуществе. И мы Его узрим, и мы сможем жить по Его святой воле, которая блага и угодна и совершенна для нашей жизни. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Что хочет Бог, если стану Его, что мне отдать, чтобы жить для Него, О, если пойду, куда Он поведет? Что мне, Иисусу, отдать? Все Тебе, мой Господь, я даю Силу всю, дух и плод Всю жизнь мою Освящаю себя, службу Тебе А, Иисус, дорог мне Когда я вспомнил Господню любовь Света Христе и пролитую кровь Все это сделал, меня Он любил Дорога, Господу я Все Тебе, мой Господь, я даю Силу всю, дух и плод Всю жизнь мою Посвящаю себя, службу Тебе А, Иисус, дорог мне А, Иисус, дорог мне Господь, мой Бог, Творец вселенной, молитвы слабой и презренной Внемли, внемли в святом величии, когда весь мир земных людей С холодным, мрачным, безразличным В глубокой горечи моей проклял меня, изгнав пустыню Где я страдаю и до ныне несчастный жребий свой влача Где жизнь гаснет, как свеча Где постепенно, умирая, мольбой смиренную взывая Губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами В ночную ввысь небес глядя Творец, о милости прошу Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг Но, умирая постепенно, проказой страшный поражен Молю, услышь мой слабый стон Пошли мне смерть, но смерть мгновенно Пошли мне смерть без всяких мук Прервав мучительнейший круг Не будет сладким утешения Навеки с ней уйти в забвенье Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал Но я надежду быть здоровым Тебе, признаюсь, потерял Мерцали серебром светило Молчала ночь Замолк и я Болезнь Снова с большой силой жестоко мучила меня Душа устала и остинала Как будто вырваться желала От изнурительных объятий Вдали уснув лежали братья Несчастья горького друзья Им сон короткого мгновения На миг дарил успокоение Поднялось солнце День настал Что он нам даст Никто не знал Друзья Поднявшись, путь пошли Я, как и прежде, отставал Картины мрачного конца Врывались снова к нам в сердца И, как и раньше, жаркий зной Полил на всех И мне порой казалось Жизнь Жестоким сном Глубоким Мучений Но потом Я с удивлением Заметил, что нас В дороге кто-то встретил Его в пути остановил Тяжелый вопль Моих друзей Я к ним скорее поспешил И хрик о помощи молил «Ой, Иисус! О, Сын Давидов!» Они вторили каждый раз «Ой, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял И со страданием смотрел Какой-то путник Я не знал, кто он И также не посмел кричать С друзьями только взглядом В надежде, ставшись с ними рядом Смотрел с мольбой ему в глаза И взор его внезапно встретив Я вздрогнул вдруг Когда заметил С какой нежной теплотой Он на меня смотрел Так просто А в сердце броль проникла остро Как будто в чем-то виноват Ведь в душу вникл этот взгляд Где все узрел И прочитал И в сердце скрытом Он узнал Когда Творца небеса Смерти я темной ночью умолял Он видел все И то проклятие О чем ему хотел сказать Но нужных слов не находя Он и без них мне все понял Скорей идите Покажитесь священнику И мы ушли Но я друзей уже в пути Спросил о нем Кто он? Скажите Из них ответил мне один То Царь Мессия Божий Сын Мне непонятно до сих пор Как это все произошло Но боль, страдания и позор Внезапно мигом все ушло В себе почуяв исцеление Я замер в сильном изумлении Исчезли мигом сердца муки Здорово тело Ноги, руки И крик взлетел в небес Про кров Творец Творец мой Я здоров Творец И горло жалось В слезах потоками Прорвалось все Что в душе своей имел Мне трудно это объяснить К стыду скажу Я не умел Я не умел благодарить Кричали Плакали друзья Со мной Вместе Исцеление Они имели Ну а я Я В неописуемом Волнении Обратно быстро Побежал Я знал Что делал Да Я знал Я побежал тогда К Мессии И Он меня Как будто ждал Обняв Его Святые ноги Я громко плакал И рыдал И что-то говорил о Боге И снова Снова Повторял Не в красноречиях Словах Но в благодарности Слезах Я говорил слова Простые Но с тихой Грустью Прозвучал вопрос А где же остальные Мне стало больно В этот миг Я вспомнил вдруг Об остальных Я вспомнил Как они просили Но чтоб прийти К нему склониться Склонить сердца свои И лица Со мной вместе Позабыли Вздохнув Меня Он отпустил Но перед тем Благословил И как на крыльях Я потом летел Обратно В отчий дом От счастья Я летел Как птица Я представлял Родные лица В восторге Встречи И объятия Отца и матери И братьев И крик И радость На устах И слезы счастья На глазнах И снова Слились Все в одном Скорей в родной Вернуться Дом Вот и пришел я Ну а там Родные В первое мгновение Своим не верили Глазам Глядя с великим Изумлением Но передать мне Радость их Знакомых И друзей моих Немного Времени спустя Желание Крепкое меня Подняло В путь в Иерусалим Где перед Господом Святым Мне захотелось Помолиться В великом храме Преклониться Воздать хвалу Творцу И Богу И снова В дальнюю дорогу В великий город Я пошел Мой путь Мне все напоминал Те дни И страшные мгновения Когда от Жуткого мучения Я постепенно Умирал Вот место то Где я молился Где с болью Бога Я умолял Чтоб он К мольбе моей Склонился И смерть Скорее Мне послал Ну вот вдали Глаза мои Предстал С великим Святым Наследие Древних Отцов Великий город Краса земли Иерусалим Он вновь стоит Передо мной И я Смешавшийся Столбой К нему Как прежде Приближался С народом Вместе Я спешил И был Немного Удивлен Когда поднявши Свои глаза Вдали заметил Три креста Кто там был Распят Я не знал И поскорее Поспешил И тихо У людей спросил Кого там На кресте Распяли Но только Мне не отвечали Потом Лишь Прошептал Один То царь Мессия Божий Сын Я верить не послел Ушам Ушам не мог Но вот глазам Возможно Разве позабыть Его лицо Лицо родное Настолько Близкое Святое Взять Оплевать его Избить И застонал я Боже мой Что они сделали с тобой Кто мог Пробить Гвоздями Руки Кто мог Тебя казнить Когда ты жизнь Умел дарить Ну а теперь От страшной Муки Ты жизнь Бесценную Отдал Кому Толпе людей Презренной Кто только что Тебя поднял В мучении Страшном Надселенной Мой взор Томился Туманился От слез Я застонал О мой Христос И больше говорить Не мог Лишь повторял В себе О Бог Сплетенный Тернем Венец Чело я звил Но вздрогнул я Когда в небес Простор Глядя он Закричал Отец Отец Зачем Оставил ты меня Померкло Солнце Тьма Сошла Народ Бежал Остался я Откуда взялось То томление В душе И сердце Я не знал Но преклонив Свои колени Сквозь слезы С болью Прошептал Господь мой Бог Творец Вселенной Молитвей слабой Но священной Внемли Внемли В святом величии Когда весь мир Земных людей С холодным Мрачным Безразличием Распял Христа Царя царей Когда о смерти Он взывал Он Он вместо смерти Жизнь мне дал И жизнь Эту Принимая Ее Тебе Я возвращаю Навек Отныне Боже мой Я раб Христов И раб я Твой Аминь Благодарю тебя Создатель мой Что жизнь Что жизнь Ты спас мою Благодарю Я за тобой пойду Спаситель мой И буду там в раю Благодарю Благодарю Я за тобой пойду Я за тобой пойду Спаситель мой И буду там в раю Благодарю И за любовь твою И за любовь твою Что дал ты мне Я возвещать пойду Любовь твою Безмерно Безмерно Велика Любовь твоя Она Весь мир спасла Любовь Христа Безмерно Велика Любовь твоя Она Весь мир спасла Любовь Христа Любовь Велика Безмерно Безмерно За жизнь, за мир тебя благодарю За смерть и за покой благодарю За то, что счастлив я, хвалу пою Тебя, Создатель мой, благодарю За то, что счастлив я, хвалу пою Тебя, Создатель мой, благодарю Славу! Мир вам, братья и сестры! Давайте для дальнейшего нашего размышления над Словом Божьим Откроем место из Священного Писания, которое записано в первом послании апостола Петра, первая глава, и мы будем читать с 17 по 21 стих. Первое послание апостола Петра, первая глава, с 17 по 21 стих. «Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что неотленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, на драгоценную кровь Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде созданием мира, наявившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Вместе с вами я хотел бы остановиться из этого всего текста буквально на одном маленьком предложении. Этот весь текст – это сложное предложение, но оно состоит из много маленьких предложений, и каждая из них имеет очень глубокий смысл для нас. И буквально вместе с вами хотелось бы поразмыслить вот над этим маленьким текстом. «Со страхом проводите время странствования вашего», – говорит апостол Петр каждому из нас. И буквально вторит ему теми же словами, почти теми же словами апостол Павел. В послании к филиппийцам 2 глава 12 стихом он говорит такие слова. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Разница только в том, что апостол Петр говорит, чтобы со страхом провождать странствование, а апостол Павел говорит о спасении. Но смысл в этих двух словах и странствование, и спасение, оно для нас почти одинаково. Оно имеет одно значение для нас, когда мы здесь живем на земле, мы должны понимать, что со страхом мы должны это провождать. Как и наше спасение, так же и наше странствование. Я бы вместе с вами хотел посмотреть, что имеют в виду апостол Павел и апостол Петр, говоря со страхом провождать свое странствование. Что они вложили в эти слова? Какой смысл они вложили в эти слова для каждого из нас? Вы знаете, слово «страх», оно имеет несколько значений. И как уже в прошлый раз я говорил о том, что страхи бывают разные. Бывают временные, бывают постоянные. Скажем, в этом случае апостол Петр говорит о постоянном, которое проходит постоянно в жизни человека. Это не тот случай, который случился, скажем, с пастухами, когда они увидели ангела и пали, потому что они были в страхе и трепете великом. В страхе великом. Это не то, это не одинаковое. Апостол Петр говорит о том, чтобы мы провождали постоянно, пребывая во всем страхе, странствование. Какой это страхи, что имел в виду апостол Петр? Вы знаете, страхи, они делятся и имеют свое определенное также значение. Один из них, скажем, можно его назвать низменный или основной страх, который имеет человек, который он живет в нем постоянно. Это форма страха, когда человек имеет страх, скажем, к закрытому пространству. Клаустрофобия или, скажем, та же самая аквафобия. Человек чувствует, не может, имеет страх к воде. Ну, скажем, он пить-то пьет, моется этой водой, но чтобы он переплывал или купался в воде, он никогда это делать не будет. Человек, имеющий болезнь клаустрофобии, он всегда поднимается только по лестнице, он никогда не ездит на лифте. И, к большому сожалению, это психическая болезнь, которая развивается у людей. Но здесь апостол Павел говорит о другом. Это не о какой-то болезни, он говорит, а не о каком-то страхе, который будет сковывать человека и не давать ему действовать. Никакого действия, нет. Он говорит здесь о совсем другом. И, иными словами, можно сказать, это совершенный страх. То есть, почему так можно его назвать? Потому что этот страх, он приводит человека к совершенству. Он стремится к тому, чтобы он усовершенствовался именно благодаря этому страху, который имеет человек. Почему? Потому что, когда человек имеет этот страх, вот именно вот этот страх, он проявляется у людей только тогда, когда они любят кого-то очень сильно. Как это понять? Когда мы любим кого-то и хотим доказать свою любовь, мы часто очень не только говорим это словами, но мы делаем это и делами. Мы делаем и в нашей жизни, и проявляем какие-то определенные дела, изменяем даже свою жизнь для того, чтобы человеку, нашему ближнему, это было приятно. В этом случае апостол Петр говорит о том, чтобы со страхом мы провождали свое страствование, делая Иисусу Христу, нашему Спасителю, и исполняя то, что он говорит. Если мы вспомним притчу, которую Иисус Христос привел о 50-500 талантов, и в конце он спрашивает Симона, говорит, скажи, кто больше возлюбил хозяина, взаимодавца, который простил? И Симон ответил, ну, конечно, тоже кому больше прощено. Если мы осознаем и понимаем, что нам прощено много, разве Христос не достоин нашей любви? Мы должны, и в нашей жизни вот это проявление нашей любви, это и является странствование со страхом. Потому что, когда мы живем здесь на земле, и смотря на Иисуса Христа, слушая Его слова, мы стараемся сделать угодно Ему. И как апостол Яков говорит, приблизьтесь к Нему, и Он приблизится к вам. Он приближает, мы можем только приблизиться, исполняя Его слова, и никак иначе. Также проявление вот этого страха в нашем странствовании, оно и может проявляться также в любви к нашему ближнему. Потому что сам Иисус Христос сказал, таки дал новую заповедь. И Он говорит, что новую заповедь даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, и вы долюбите друг друга. Вот эта любовь к ближнему нашему, зачастую это не является наш ближний совершенным человеком, которого можно было любить. Вы знаете, иногда прекрасно понимаешь, что легко любить человека, который далеко. Но как тяжело любить человека, который рядом постоянно с тобою, и он несовершенен. У него есть свои ошибки, есть свои непонимания, свои мнения. Его приходит, ну не приходится, его любишь, потому что это твой ближний, ты должен его любить. Иисус Христос говорит, любите ближних. И одно из таких качеств, которые хотелось бы обратить внимание сегодня, это как еще со страхом можно провождать жизнь, провождать наше странствование, это то, когда мы Духа Святого не угошаем. Когда мы стремимся, чтобы в нашей жизни Дух Святой наполнял нас, это тем самым мы приближаемся к Господу Богу. Когда Дух Святой данный нам, им самим, он наполняет нас, он нас наполняет, и мы пребываем в нем. Апостол Павел в послании фессалоникийцам, в первом послании фессалоникийцам, 5 глава 19 стихом говорит такие слова. Духа не угошайте. Буквально три слова, но имеют огромное значение для нас. Потому что оно имеет значение, когда мы живем здесь на земле. И если мы живем без вот этого качества страха, чтобы не сделать вреда или не сделать плохого для Господа нашего Иисуса Христа, то в нашей жизни Дух Святой он угошается. Каким же образом он может угошаться в нашей жизни? Тем, что мы противимся Духу Святому. Когда первого мученика побивали камнями, он обращается к фарисеям, людям, которые знали законы. Он говорит такие слова, жестоковыные, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Хотя что эти слова относятся, относились к фарисеям. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, задумайтесь над этими словами. Не угошаем ли мы Духа Святого, когда мы не исполняем Слово того, которое говорит нам Иисус Христос? Когда мы читаем Слово Божие и говорим, ну вот эти слова, это относится не ко мне. А эти слова, они относятся к Каримской Церкви. Это современный мир. Их не стоит к себе принимать. Тем самым мы противимся Духу Святому. Слово Божие, оно написано Духом Святым. И мы должны его исполнять. Другой момент, который Священное Писание говорит о том, как можно Духа Святого угошать, это то, как мы оскорбляем Духа Святого. Хотя, что казалось, мы стараемся в нашей жизни даже не использовать таких фраз и слов, как оскорбить Духа Святого. Но давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что значит оскорбить Духа Святого. Послание Ефесянам, 4 глава по 30 стих открывает этот момент, как можно оскорбить Духа Святого. И такие пункты. 30 стих говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Но чуть-чуть выше, в контексте, там описаны те моменты, которые оскорбляет Духа Святого. Давайте обратим внимание, 25 стих. Отвергнув ложь, говорите истину. Первое оскорбление, которым мы оскорбляем, если мы говорим ложь. Второе, гневаясь, не согрешаетесь. Гнев, он также оскорбляет Духа Святого. Потому что это не качество христианина, это не качество, которое дает Иисус Христос. «Кто крал впредь, не кради». 27 стих. «И не давайте место дьяволу». Как возможно давать место дьяволу? Очень просто. Вы знаете, мы очень часто задают вопрос и говорят, какое место занимает Иисус Христос в вашем сердце. Я никого сейчас не осуждаю, но очень часто мы отвечаем первое место. И, наконец, уже я и сам попался на этот же вопрос. И мне задали второй вопрос, сразу последующий. А второе и третье место ты кому отдал? А кто должен заполнять наше сердце? Наше сердце должно быть полностью одано Господу. Оно должно быть полностью подконтрольно Ему. Ни первое место, ни второе, никакое. Мы отдаем место дьяволу. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Это тоже одно из оскорблений Духа Святого. Когда из наших уст выливается грязь. Иисус Христос говорит, что хозяин из сердца своего, или книжник, выносит и доброе, и злое. Что от избытка сердца говорят уста. Что мы произносим, то в нашем сердце оно живет. Мы не можем просто так это произносить. Оно в нас. Значит, оно имеет место. И это тем самым Дух Святой оскорбляется нами. И так же момент, как унижение или уничижение Духа Святого. Когда мы тела наши предаем на использование дьяволу. Апостол Павел в первом Коринфянам, 6 глава, он говорит, 19-20 стихи. В этих стихах он говорит такие слова. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Когда мы отдаем наши тела на то, чтобы использовал их дьявол в своих целях. Это тоже унижение Духа Святого. Потому что храм оскверняется в это время. Так же, когда мы ходим со страхом, провождаем свое странствование, в нашей жизни мы также должны прославлять Иисуса Христа. В нашей жизни прославление Иисуса Христа так же должно быть. Если мы Его любим, Он должен прославляться в нашей жизни. Если мы Его любим, мы будем стараться прославлять Его в нашей жизни. И обратите внимание, один из моментов, то, когда Он может прославляться и когда Он может не прославляться. Апостол Петр также открывает это в 1-м послании 4-й глава с 13-го по 15-й стих. И 14-й стих говорит такие слова. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славит, Дух Божий почивает на вас». Он говорит, если вас злословят за имя Христово. Но удивительные слова, он говорит, чуть-чуть ниже записаны. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Славит ли это Иисуса Христа? Нет, конечно. Имя Господне в это время бесславится. Тем более, если мы знаем, что это христианин. Очень часто мы забываем, что когда мы бьем себя в грудь христианин, и когда попадаем в такие ситуации, и делаем такие дела, то в последствии имя Господне будет бесславиться. Никак оно не будет славиться. Люди в мире, они этого не понимают. Я это очень много пережил в своей жизни, и очень часто. Я из неверующей семьи, и мой отец покаялся здесь, в Америке. И я знаю, что такое, когда он говорит, я знаю ваших. Ты мне не говори. Бесславится имя Господне в жизни нашей. Даже как бы мы себя не защищали, люди в мире, они видят это. И через это бесславится имя Господне. Исповедание Иисуса Христа – это тоже одно из качеств, когда мы со страхом провождаем жизнь свою. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10, глава 32-33 стих. Если мы исповедуем Иисуса Христа перед людьми, и это заключается и в словах, и в делах. Оно не идет отдельно. Слова и дела. Помнится, один из людей, когда был на Одре, и он сказал такие слова своим ученикам. Один из учителей, он сказал такие слова. «Идите, проповедуйте Христа, и если нужно, используйте слова». Это очень важно понимать, что это очень правильно, когда мы проповедуем нашей жизнью, а потом добавляем слова. И об Иисусе Христе так же само сказано, когда двое учеников шли в Моус, они говорят такие слова. «Был сильный в деле и в слове». Первым делом всегда люди смотрят на дело, а потом на слова. Также, когда мы ходим со страхом, провождаем свою жизнь, то мы должны помнить, что в нашей жизни имя Иисуса Христа не должно быть уничижено или унижено. Им или имя Господне. Как это может быть в нашей жизни? Очень интересный момент. Это записано в книге Иова. Это будет 42 глава, 7 стих. Обратите внимание на эти слова. «И было после того, как Господь сказал словате Иову, сказал Господь Илефазу, фемонитянину, говорит, «Гнев мой горит на тебя и на друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Не написано здесь за то, что вы не приносили мне жертвы, за то, что вы неправильно мне служили и неправильно передо мною ходили, за то, что вы не так верно говорили обо мне. Знаете, нашими словами мы также можем не проявлять вот эту любовь к Иисусу Христу, когда мы ходим в страхе, провождаем свое странствование. Имея любовь к Богу нашему, к Иисусу Христу, мы всегда будем стремиться, чтобы Иисус Христос в нашей жизни был прославлен, чтобы имя Господне не бесславилось в нашей жизни, чтобы Дух Святой никогда не угошал, чтобы люди видели в нас вот этот огонь, который хотели бы они взять, чтобы они видели тот источник, исходящий из нас, от которого они хотели бы напиться. И чтобы они видели ту любовь, которую Господь проявил к нам, которую мы проявляем к нашим ближним. И мы это должны всегда помнить, зная ту цену, которую Господь заплатил за нас. 18-19 стих 1 послания апостола Петра, 1 глава. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов на драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Альца». Аминь. Аминь. Тебя люблю, мой Бог, я всей душою, и с каждым новым днем хочу любить сильней. Люблю Тебя за то, что Ты со мною, и говоришь со мной с любовью неземной. «Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. меня Ты никогда не оставляешь, и голос слышу Твою звучит в душе моей. Благословлю Тебя, ой, Ты благословляешь, и силы не жалей, других любить сильней. Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. И снова слышу голос Твой чудесный, во всем. Во всем будь завершен и новый человек, как завершенный наш Отец невестный. Надеюсь, обе любви и будешь жить поверь. Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. Ты, мой Бог, крепость моя, в руках Твоих сила моя. В руках Твоих сила моя. Жду ли я Тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Отчего желанный тот ответ не дает душе моей отраду. Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, чем быть с Тобою рядом. Жду ли я Тебя с путей, дорог, чтоб скорее узреть Твой лик желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, Ты придешь, мне ли можно в этом сомневаться, совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я Тебя, как ждут родных, искренно, желанно, с нетерпением, дни считая, даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я Тебя, как ждут друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя их в душе своей, лучших чувств, не гаснущее пламя. Жду ли Тебя, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг возгорелся пламенным желанием. нет, не так сознание твердит и больнее от того и горче, кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет, кто же это искренно любя, вдруг забудет о его приходе, значит, не любила я Тебя, представляла это себе вроде. Разве жду прихода Твоего, что другая участь так ужасна, Боже мой, мне больно от того, совесть меня мучит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что Тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь. А теперь, когда вот так врасплох вдруг вопрос остал меня нежданно, я хочу стоять у тех дорог, чтоб с Тобой встречаться постоянно. Аминь. Богу Твою, Богу Твою, Богу Твою, Богу Твою, Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Хочется с ангельским пеньем слиться, Твои искуплены годом детей. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет. И сердце Господа, законно иcmечет, И сердце Господу, Богу единому, Мир и вам, дорогие братья и сестры! В заключении нашего собрания также еще прочитаемое Священное Писание, которое дает нам возможности еще больше вспомнить о том, что Господь оставил нам в нем для того, чтобы нам можно было, проводя этот жизненный путь, иметь правильное отношение с Богом и правильное отношение друг с другом. И я сегодня хотел бы продолжить мысль, которая однажды была начата из послания к Ефесиным. Это 6 глава, с 10 по 13 стихи. И если Бог даст, дальше позже по времени прочитаем. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Вот этот текст Писания до 13 стиха, далее с 14 и по 20 там идет уже конкретное описание. Но сегодня, если Бог даст нам возможность, я хотел бы поразмышлять над этими стихами. Здесь очень интересно для нас в контексте сегодняшних дневных размышлений, которые Бог позволил нам иметь. «Бог Духом Святым побуждает каждого из нас, чтобы мы могли иметь постоянное состояние рвения служения Богу и быть в полной готовности, чтобы быть верными Богу». И в этом месте Писания конкретно нам показано, апостол Павел пишет к Ефесиным, что «наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Слово «наконец», оно суммирует вышесказанное. А вышесказанное, чуть возвращаясь даже к пятой главе, там есть места, которые показывают, дают призыв нам, чтобы мы могли исполняться Духом, чтобы вот эта сила Духа, которую Бог дает, чтобы она присутствовала в нас постоянно в нашей жизни, потому что, ну, постоянно же мы встречаемся с какими-то искушениями или через что-то Бог нас испытывает. И очень часто мы, что размышляя, говорим, как в молитве «Отче наш» сказано, чтобы нам не быть введенными в искушение и быть избавленными от лукавого. Почему? Искушение само по себе, оно очень неприятное для нас. А что это такое? Это то состояние, в котором человек должен делать выбор. И на выбор влияет, насколько человек предан Богу или нет. Вот если он предан Богу на все сто процентов, то он сделает правильный выбор. Мы знаем о нашем Господе Иисусе Христе. О Нем сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. То есть, находясь в теле человеческом, через все Он прошел, всякие вот эти искушения, они имели свои попытки повлиять на Него, но все они имели такое фиаско, они потерпели негативные последствия, то есть они не достигли своей цели, что имели. Но мы люди, мы отличаемся от Иисуса Христа тем, что Он наш Спаситель, Он Божий Сын, мы Его ученики, мы те, которые любим Его, которые следуем за Ним. Но мы также те, которые нуждаемся в Его постоянной поддержке. И нам для того, чтобы иметь правильное состояние пред Богом, нам нужна постоянная подпитка духовная. И вот апостол Павел здесь и пишет, что «наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть, чтобы как ниже там по тексту есть слова, для чего это апостол Павел говорит нам, чтобы мы могли противостать, чтобы мы могли быть во всеоружии, чтобы мы могли быть достаточно натренированными, чтобы дать достойный отпор дьяволу и его поспешникам. То есть, тем, которые стоят и пытаются влиять на нас, чтобы мы могли, как передо мной братом было сказано, то есть такие свидетельства, что не совсем яркие представители тела Христова присутствуют в теле Христовом. Но это говорит о том, что если человек не совсем яркий представитель, не тот, которым Христос хотел бы его видеть, то у него есть возможности, пока он еще в теле, исправить эту ситуацию. И вот Слово Божие нам подсказывает, что мы должны делать. Как здесь написано в 10 стихе, что мы должны укрепляться Господом и могуществом силы Его. Есть люди, которые говорят, что, вы знаете, я так люблю Бога, очень сильно Его люблю. Я даже помню дату своего покаяния, в котором я покаялся. Я даже помню дату своего крещения. И вот так сильно люблю, что даже не могу словами описать, как я Его сильно люблю. Но, как было вот передо мной братьями сказано, что часто мы смотрим не на то, как человек описывает или не описывает словами свои переживания внутренние, а на то, как он хорош в деле. О себе можно очень много рассказать, очень много позитивного, чтобы вами заинтересовались. Но как только подходит до практики, то тут все открывается, истинные ваши слова были или нет. Так вот, Слово Божие нас подвигает к тому, чтобы то, что мы говорим, чтобы наше название соответствовало нашему состоянию. Чтобы мы не были те, которые говорят о себе очень много, но как доходит до дела, так даже и малые доли того, что мы сказали, мы не в состоянии выполнить. Слово Божие нас подвигает к тому, чтобы мы могли иметь правильное отношение, укрепляться Господом и могуществом силы Его. То есть мы должны осознавать, я и ты, мой дорогой брат, дорогая сестра, что своими способностями личными мы не в состоянии противостать против козни дьявольских. И мы должны четко осознавать, что мы не являемся достойными соперниками Ему. Ни в коей мере. Почему? Ну, если мы без Бога, ну, бедные мы люди. Но если мы с Богом, если Господь с нами, если мы укрепляемся Его силой и могуществом Его, а Его могущество, оно безграничное. Если мы укрепляемся, если мы себя подпитываем, то мы благословенны. И мы в состоянии противостать вот этим козням, которые дьявол пытается на нас навлекать. И которые он постоянно с таким завидным постоянством насылает на нас периодически. Так вот, чтобы этого не случалось, я не имею в виду вот этих вот искушений, которые навлекаются. Искушения пускай приходят. Написано, невозможно не прийти вот этим всем соблазном. Они придут. Но ситуация не в том, какое количество их пришло на нас, а ситуация в том, как мы через них прошли. Как вот эти обстоятельства, которые имели целью деструктивно, то есть разрушить нас как личности во Христе. Как они на нас повлияли. Как они повлияли на меня и как они повлияли на тебя, дорогой брат, дорогая сестра. Смогли ли мы достойно пройти через них? Что мы увидели перед собой? Увидели проблему, перед которой поднимаешь руки и сдаешься? Или мы увидели какое-то средство, которое Бог нам дает, чтобы достигать цели? Чтобы пройдя через эти испытания, быв испытан, стать сильнее, стать лучше, выше, ближе к Богу? Или же просто вот упасть и сказать, ну, меня тут не хватает, я уже настолько слаб и немощен, что нет слов. Слово Божие нам дает позитивный вот этот момент настроя. Почему? Потому что в Священном Писании 1 Коринфянам 1, 27 написано, немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть наша слабость сама по себе, она, если без Бога, она ничего не значит. Но когда мы с Богом, братья и сестры, и когда мы укрепляемся Его силой и могуществом, то мы благословены, мы в состоянии пройти через многое трудное, что простому человеку невозможно. Не думайте говорить о себе, что вы такой вот один из тех простых людей. Ну что мы там? Мы простые члены церкви. Братья и сестры, мы члены тела Христова. Мы члены тела Христова, полноты наполняющей все во всем, главой которой является наш Господь Иисус Христос. Подумайте, членами какой организации, членами чего вы являетесь, братья и сестры. Если мысль закладывается в сознание, что ну нет, вот это уже сверх моих сил, не думайте так, доверяйте Богу, укрепляйтесь им, и вы тогда сможете иметь правильное представление, предстояние пред Богом. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Всеоружие Божие нам должно облечься для определенной цели. Какой? Здесь написано, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских. Не в состоянии человека против козней дьявольских своими силами и своим снаряжением, которое у него есть, противостать. погибнет после первой же поражающей стрелы, потому что стрелы у него раскаленные, и они наносят очень большой урон. Но если человек вооружен, если он имеет это все оружие Божие, то он имеет полностью всю экипировку, которая защитит его, которая позволит ему продолжать вот эту битву, вот этот бой, дальше идти. Вспомни библейский пример, когда Давид пришел, и когда перед ним пришел по просьбе или наставлению своего отца навестить братьев, чтобы принести им что-то покушать, и когда он увидел, что вот там вот этот Голиаф, который ходит рядом и который поносит воинство израильского, он пытается устрашить народ. И что произошло, оставляя многие подробности, которые вы знаете, что сделал Саул? Он отдал ему свое снаряжение. Знаем мы о Сауле, что он был на голову выше всех израильтян. Но представьте, а Давид был, мягко говоря, не совсем высокого роста. И вот представьте, такое несоответствие размеров. И вот он взял, походил так на себе, он говорит, ну не привык я к этому. Саул говорит, ну как же ты пойдешь, как ты будешь поражать тот от юности своей воин, а ты вот там пастух, он, поверь, господин мой, бывало в моей жизни похлеще вот таких Голиафов я встречал. И там он описывает свои встречи с дикими зверями. Действительно, они гораздо хитрее и быстрее, чем тот Голиаф. И что произошло? Он говорит, ну я иду против него не со своей силой, я иду против него во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых. То есть человек, что он сделал? Он сначала примерил одежду воинскую, снаряжение царское. Он походил, он говорит, ну не могу, волочится за мной все. Я не смогу так вот увернуться, чтобы быть достаточным воином, чтобы противостать вот этому большому человеку. Я, говорит, по привычке, по тому, как я знаю. Позволь мне это сделать. И он это сделал дело. Он увидел цель, и он ее поразил, эту цель, но поразил ее с Божьей помощью, братья и сестры. То есть нам необходимо, когда мы желаем, чтобы мы имели силу определенную пред Богом, чтобы мы могли иметь правильное вооружение, как здесь написано, мы должны облечься. Чтобы облечься, братья и сестры, нужно не просто одеть на себя это вооружение, нужно научиться им пользоваться правильно. Ведь если вы не можете пользоваться этим снаряжением, то ну что польза от того снаряжения на вас? Или на мне? Какая польза от него? Оно только мешает, дополнительный вес только дает. Когда того Голиафа описание было, то на нем вот этой брони было, там десятки килограмм. Он ходил, на нем он все это... То есть для него это было нормально, для его телосложения это хорошо, но для простого человека это было 60-70 килограмм просто одной брони, вот этой чешуйчицей на себе носить. Поверьте, это не очень легко, но когда человек привыкает, когда он уже в этом день, каждый день и не один день, то для него она уже не ощущается. Почему? Тело натренировано уже, и оно свободно переносит вот эти вот обременения, которые даются броней. Так вот, здесь написано, что облекитесь во всеоружии Божьей. То есть мы должны облечься, и мы должны привыкнуть к этому всеоружию, чтобы правильно им пользоваться. Для чего? Не для красоты, братья и сестры, это всеоружие нам дается, но для того, чтобы ты и я могли в день злой противостоять козням дьявольским. Вот о чем речь, вот к чему нас побуждает Священное Писание. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Поднебесных. То есть здесь апостол Павел описывает, что не нацеливайте свои взгляды на вот рядом стоящего какого-то лжеучителя или какого-то философа, который чуждому нас учит. Вот сейчас я с ним буду брониться. Не против них наша брань. Они просто ведомые марионетки. Наша брань против духов злобы поднебесных. Наша брань не просто вот мы сейчас собрались и вместе сейчас мы пойдем против какого-то духа воевать. Не-не-не, это не наш удел, братья и сестры. Слово Божие нас побуждает, чтобы мы там, где мы находимся, на том месте, которое нам Богом верено, чтобы мы могли стоять твердо и не уступать своих позиций. Не уступать того, что Бог нам доверил. Ведь Бог с нас просит ровно там, где Он нас поставил. И Он даст нам сил ровно туда, куда Он нас поставил. Если вдруг мы самовольно взяли и ушли, как сегодня было сказано братом в первой проповеди относительно Божьей воли. Ведь человек, в том случае, который был приведен с нечестивым царем Израилевым, что он, его воля возобладала над Божьей волей, тогда вопрос возникает, для чего он вопрошал ту Божью волю. Ведь он же хотел просто пойти набег сделать на какого-то царя и завладеть его имуществом. Если ты вопрошаешь волю Божьей, будь милостив, пожалуйста, выполни ее в своей жизни. Потому что воля Божья, она дана для нас, чтобы тебе и мне было хорошо. Слово Божье здесь далее говорит, что вот эти описания этих духов в злобы поднебесной, это своего рода иерархическая последовательность вот этих начальств, вот этих властей. То есть речь не идет, братья и сестры, о властях и начальствах, которые здесь на земле. Аналогия определенная есть, для того, чтобы нам было понятно, почему апостол Павел и привел ее здесь. Но здесь цель гораздо глубже, гораздо серьезнее. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И вот это, то есть то все оружие, которое Бог нам предлагает, оно не просто для нас приготовленное, оно не просто находится рядом с нами, не просто даже на нас, но оно должно стать частью нас, братья и сестры. Мы должны его принять. То есть это наш акт, который мы должны лично каждый из нас сделать. Ты и я, мы должны принять это все оружие Божие. И это все оружие Божие, оно не просто его сказать, ну хорошо, я вот сейчас принимаю, или я завтра приму, или там вот планирую на этой неделе это сделать. Это не так вопрос решается, братья и сестры. Вот когда мы читаем, если у кого есть возможность, вы потом дома почитаете пятую главу, чуть раньше, апостол Павел там описывает то, что человек должен делать, как он должен практически действовать. Ведь не может человек просто так взять и начать сразу иметь вот это все Божие, все оружие иметь в себе. Почему? А он не приучен к этому. Если человек, если мы читаем по пятой главе, жена не приучена подчиняться мужу, как церковь Христу, то не получится там ничего. Если муж не приучен правильно себя вести по отношению к жене, не получится там ничего. Если дети не повинуются своим родителям, не получится там ничего. Почему? А потому, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, то, что Священное Писание нам показывает, оно показывает нам, что во всей этой демонстрации есть причинно-следственная связь. Вот сейчас апостол Павел нас подводит к следствию, что вот что должно быть у нас, но чтобы это было, мы должны быть пройти вот через эти шаги. Через шаги подчинения, через шаги подчиненности и смирения. Только тогда в вашей жизни появится очень многого и благословенного от Бога. Только тогда о вас Бог будет размышлять, что это мой, как о Иове сказано, раб мой Иов. Вот это личное местоимение мой, оно очень о многом говорит. Если Бог так сказал о нем, поверьте, братья и сестры, Он сказал это не для красного словца. Он сказал это с полным смыслом вложенным в эти слова. Так вот, если вы хотите быть Его рабом или Его рабой, применяйте это в своей жизни, практикуйте. В каждом дне в хождении правильно говорите, правильно отвечайте, правильно мыслите. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Цель наша, братья и сестры, не упасть, а устоять. И слово все подразумевает через все испытания, которые нам приготовлены, через которые дьявол пытается на нас повлиять негативно, чтобы мы, пройдя через них, могли выстоять и твердо встретить нашего Господа Иисуса Христа и сказать, Господь мой и Бог мой, на Которого я уповал, Который дал мне сил пройти через многое, но не мне, вот это вся похвала, но Богу, потому что я Его могуществом и Его силою укреплялся. Он мне давал сил для всего. Да благословите нас, Господь, чтобы мы помнили об этом и на предстоящую неделю, которая впереди нас. Поверьте, будет очень много таких возможностей, через которых нам нужно будет сделать правильный выбор. Так вот, чтобы этот выбор был верным и в пользу Бога, и в Его славу, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Аминь. Помолимся. Боже милосердный, Господь, всякого утешения к Тебе приходим в своих молитвах и просим милости, защиты и благодати Твоей, которая бы сопровождала нас в эту трудовую неделю. Господи, оберегай всякого рода зла от болезней, от несчастья. Веряем себя и свои семьи в Твои святые и божественные руки и просим, да будет благодейщее Твоя рука над нами. Охраняй, Господи, и оберегай. Благослови нас, чтобы мы шли тем путем, где есть исполнение Твоей воли. В своих молитвах, Господи, молимся о больных, просим, чтобы Ты послал исцеление тем, которые нуждаются в физическом исцелении, также за эту девочку. Господи, Ты знаешь ее переживания, ее болезнь. Будь близок к ней, Господи. Пошли исцеление, пошли облегчение в этих страданиях. Тех, чьи имена мы не называем, Господи, Ты знаешь. Поэтому просим, не оставь без милости Твоей всех уповающих на Тебя. Если кто нуждается в духовном исцелении, простри Твою руку помощь, укажи на Голгофу, откуда стекает благодать исцеляющая жертва. Еще имейте силу для того, чтобы грешник мог найти успокоение у ног Твоих. Господь, будь нашим добрым пастырем и сопровождай нас в жизненном пути, чтобы мы не уклонялись от истины Твоей. За все прими благодарность, хвалу, поклонение, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте... Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok